ехали матч еще идет но я думаю что мы там потихонечку его догоним не ну я шучу ладно там грэнд-кор умеет играть умрун умеет играть иногда там там ладно слушайте культ стаба работ культ стаба надо кого-нибудь заставить озвучить фразу культ стаба и потом включать ее вот так вот так вот не я имею ввиду что на постоянном высоком уровне из всего того дивизиона играет только шустрила не имею ввиду ну да новый 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 я имею ввиду там вот реально постоянно хороший результат показывает только шустрила а остальные играют очень по настроению хорошего игрока от высококлассного как раз и отличает возможность показывать свое мастерство типа вот аданта высококлассный игрок это шустрила высококлассный игрок там какой-нибудь сержик высококлассный игрок а есть игроки как получится вот тот же анкул там я не знаю или вот из того дивизиона рэш который там 10 сезонов проваливает потом 5 сезонов божит и так далее вот грейбан не скажем так растет еще посмотрим надо пару сезонов на него поглядеть чтобы сделать выводы вообще мне кажется кажется что для сержика анкл в принципе один из самых неудобных соперников и тут надо добавить потому что животные хорошим смысле почти я имею ввиду что тяжеловато как ну а кощей выше среднего наверно но у кощей типа он не высококлассный игрок он именно что играет на сильной расе на сильной команде и при этом он такой типы знаток по заливанию кощей хорошо играют когда у него плохие кубы вот когда кощей не везет на его игру приятно посмотреть а когда у кощей все хорошо он такую херню отыгрывает стыдно просто смотреть ну типа кощей не с тир игрок кащей типа ну там а тир плюс-минус бывает лайт монг бывает я же же делал эту градацию про игроков то есть я имею ввиду что вот кощей он играет ну как бы так выразиться помягче ну либо кощей это тот же джон плюс-минус это 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 типа комплимент я имею ввиду что вот строите давайте я вам объясню как бы почему я не могу сказать что кощей высококлассный вот давайте я скажу вам именно диамет брайт там ситар адант вот вы можете после этого сказать кощей нет наверно кто-то может я не могу я имею ввиду что для меня это не игроки одного ряда не в обиду кощей это чисто мое мнение вы вы можете с ним не соглашаться ну так что роялем я египтянин назвать могу не ногари роялем вот у тебя типа кощей встает в тот же вот набор игроков или нет у меня просто нет а египтянин он типа такой ну бы тир типичный там без вариантов надо знать сделать кирлист игроков рубла у меня ощущение что египтянин без лила не может но он я же говорил египтянин для лилы он вообще как утяжелитель вот он как он как бы он это дополнительный вес для игры есть же рейтинг башурика есть рейтинг башурика но мне кажется не особо точно отображает нафигеть кощей там на седьмом месте я помню как кощей там был где-то далеко ничего себе привет гусь я опустил диамеда на второе место ну строит и командой неудивительно ситар тоже в этом виду лишний так дело не в чемпионстве дело в том что ситар три раза подряд выходит там в плей-офф а кощений может выйти одного раза я к этому чемпионство это не показатель показатель постоянная хорошая игра поэтому не надо рассматривать чемпионство как показатель на результаты и всего остального показатель когда человек постоянно хорошо играет ситар постоянно хорошо играет какой же анкл крутой животный ой 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 сушки сержик в опасности не ну я это надо смотреть на дистанции ребят я имею ввиду что есть посмотреть результаты ну последних там четырех пяти сезонов примерно видно кто чё и как ну из тех кто активно играет по крайней мере это новый этот отвратительный читая все пук чем по какой-то отстой полный я за ними даже не слежу я просто сказать ну конечно очень хочется подколоть кащея за его игру со шведом просто понимаете я бы кащея не назвал бы даже я бы не назвал бы кащея даже лучшим завром если честно на мой взгляд лучший завар пока в лиге это кома димур правда тоже иногда очень неплох но вот например ну типа сайте и игры кащея в этом сезоне и игры диме урга того же диме урга буквально так долго да и сами там говорить-то особо не очень а чё а ситар не высокий тир с явным результатом результат это только чемпионство я например могу сказать что я сейчас играю очевидно лучше чем я когда взял чемпионство кола чемпионство это просто один сезон условно я не считаю что один сезон может позволить адекватно смотреть на этот ну говорю кубок ничего не значит кубок это две игры которые могут пройти как угодно но типа вспомните как адан взял чемпионство на хд против гуся там же аданта вообще абсолютно ничего не пришлось сделать просто выпал тот самый матч один там из сотни который кончился крайне трагично муситар с первого сезона в рубли и что и по к чему тут это вот неплохо кстати с тир определенно там гусь тебе сколько 11 травм дали или что-то типа того ну то есть там матч при котором адант ну вообще ничего не сделал там просто выпали такие дайсы что посади туда анкола анкол возьмет чемпионство это не в обиду аданту это просто ну чистая констатация факта я скажу иначе вот цвета например на хаосе да вот раз два три четыре за четыре сезона на хаосе вышки три раза играл в плей-оффе ну типа и чё это это не топовый результат притом не могу сказать что все это время у ситара был типа топовый хаос отнюдь не так ситара стабильно показывает топ игру результат он показывает может не топовый не всегда но игру то точно топовый тот же энфи показывает очень хорошую игру как бы но при этом энфи бывает даже из вышки вылетает но я бы не сказал бы что у ситара имба команда вот имба команда это там два сезона пупка вот это была имба команда там без вопросов самовоз к самовозкой там да там даже спорить то особо не о чем у ситара вполне по себе средняя команда с кое-какими загонами о привет инфи мы тут у нас вот зашли разговоры о том кто кто топовый игрок а кто не топовый игрок меня тут ругают за то что я кощей не считаю топовым игроком потихоньку догоняем мне это вполне не трудно глядя на игру с учетом того сколько игр я смотрю понять кто чё и как она это была ирония у сарян я плохо выкупаю иронию у вас сага и мастера зен надо спрашивать не про топовых игроков а немножко про другое простите пожалуйста каждый поймет меру свои испорченности я уверен что они могут рассказать о многом конечно вас ок то вообще пропал он вышел вышку и пропал не стал записываться надеюсь у него все нормально несмотря на то что он жопа вот я хорошо сказал да я старался я смотрю отменят не верит в анколы и красные кубы ладно правильно не верит в этот раз ладно я бы в анколы и красные кубы поверил банк был такой никогда 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 не знаешь что анкол выкинет он как бы он как цепная кошечка как гигантский неадекватный кальмар так что минимум живой но может вернется и так далее а чем отличился васаби чем мастер дзен он не джен он дзен как бы так объяснить то но они ведут себя очень некрасиво при общении в игре то есть играя с ними и особенно после игры они тебе скажут что ты тупой ну который не умеет играть и вообще ты задайсел умри от рака чмо ну и тогда ну васага вряд ли он он просто грубит без без совсем этого один да он такой прям совсем ты просто не было пару раз когда в чатик прибегал васага после того как я стримал его игры там столько нового себе узнавал вички надо перекрывает да надо еще помнить о том что есть сброс мяча если он поймает там мало выбить мячик там надо помнить еще о сбросе о все прокатило и мячик пойман ну скаттер нормальный маг законтрил надо только выбить очень просто взрослые люди которые не умеют себя вести чё греха таить я не знаю можно ли подобрать и лучшую характеристику сожалению хорошие манеры и блогу очень часто идут параллельными прямыми вот я не думаю что и группе там есть какой-то огромный смысл стримить да и я думаю что она сама как-то не горит желанием есть такое предположение смутно догадываюсь ну сержик аккуратно встал теперь надо ждать что англ придумают чё-нибудь специфичное типа врыва какого-то непонятного смотри-ка радар чар я сейчас сейчас я попробую подобрать слова типа китон ты такая потрясающая девушка отправлю заявку в принцесс коннект чтоб тебя добавили в игру я я я я ладно корявенько прозвучало но я старался но сейчас будет смешно если сержик не кинет два плюс опа ты черт победил по-своему так р р это почти прямой эфир я не смотрел нет не не зафейлил дважды но сейчас опасно ой 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 но вообще теперь это изейшая игра для анкола в смысле тут тяжело уже чё-то сделать хьюстон у нас кстати можно сразу дать по свечке и забить новенький я имею ввиду да слишком много единичек но это потому что сержик не топ игрока анкол топ очевидно да я не знаю не хочу играть в принцесс мне мне не хватает на них времени я лучше буду играть в одну гачу но глубоко чем в несколько гач но не глубоко понимаете 21 внезапно другой вопрос что анкола нету реролов сержик один рерол начинается самая интересная фаза игры типа я говорю я посмотрел принцесс меня не зацепила я не вижу смысла распыляться молодец арча я догадываюсь таки там ничего не поняла но ты тоже старался молодец ты прям настоящий вябу знаешь или дарчик я тебя тоже похвалю вот я похвалил китон теперь я тебя похвалю вот так вот надеюсь что когда-нибудь ты удостоишься хентая с собой в категории с отвратительными мужиками на так принцесс коннект это новая игра по этому новая гачи игра с аниме вставками там вот этим вот всем довольно популярно ну саша умеет делать комплименты ничего не сказать неужели сержик пытается вантер не для победки ребят лол ой 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 ребят сержик пытался вантер не для победки офигеть это крутой мув другой вопрос а теперь два куба у анкола в мяч но стоит сказать что безумству храбрых поем мы песню классно играет сержика даже немножко обидно что не прокатит даже немножко обидно что похоже на 3 1 если так он сейчас выбьет мячик так направо это правильно чтобы правый блогист да ну далеко далеко скакнул мяч подождите блогист догоняет по-моему да и это все без эрера ребята эх блин вот сержик решил поиграть на победку а походу и победки не будет обидно и заметьте анкол без веролов начал кидать все вот буквально у анкола кончились реролы и открылась третье дыхание ну анкола часто такое бывает если честно он конечно неправильно перекрылся как нубасик но это уже другой вопрос даже в таком случае сержику будет очень тяжело ой какая шестерка очень вовремя и пробой супер вовремя ладно может и не отдаст а какой теперь хаосит возмущается на фол на 16 да даже вышли люди фалят на 16 чего вы начинаете мы уже все привыкли фалы на 16 это наша суть на тут еще и по таймеру сержик бежит мой ой как так он зарешал офигеть ребят но все равно анкола сложная игра но это было дико приятно а чем сейчас играет с уртур я помню что он был недолго вышки на ходе он на обычный хаос сел нормально он не нравится ему это ну и окей у нас тут лига любителей такого на лига любителей такого так ее и надо назвать неужели блиц вичкой мне не очень нравится блиц вичкой с такого угла теперь это переезд в 1d ну правда игра прощает анкола изо всех сил теперь 3 плюс 3 плюс 2 плюс да 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 и кстати хороший скаттер для сержика потому что этот скаттер можно ну типа реализовать я имею ввиду снять отсюда всех игроков какой-то новичок на хаосе бывает ты что льги фирюга успел сыграть извините панец вечерний подруг меня теперь стараюсь стримить по вечерам так все прокатило теперь самое опасное только бы не перехват ой и не пас и не перехват ой скаттер ну скаттер ладно скаттер плохой но терпимый я не понимаю и фирюга зачем ты пытаешься на форуме устроить срач вот следующий игру тренера на габре я подумаю плохо что у сержика нету рэро сейчас без а рэро сержику будет довольно тяжело напухался опять да может быть это это похоже на то а то он китом теперь нет и понял что его подкаты не работают тень мой но 7 все равно как бы не ой опять шестерка сушки как же сержик находит второй раз шестерку в такой у эскаттер ну как бы тычок ребята слушайте это момент когда мы должны верить крючок у дамы тычок и потом еще есть удар таклом там сложная ситуация неужели тычок зарешает ли все таки просто не просто ударит ребят тряпка он просто ударит и потом сделает блиц этим о блин ну должен был кинуть 22 за то что яиц нет ой ничтожество вы правда прокнули но это все равно стыд и скаттер такой бесячий ладно хотя бы дочь не кинул да в самый самый решающий момент за сал но black dunes если ты берешь тычок то ты должен тыкать понимаешь о да говорится дал слабину практически продал родную страну вот так вот вспоминая почти бессмертные строки гребенщикова при этом диван кинобер ну сержик хорош вытащил ничью ну как вытащил ничью он пытался играть на победу и чуть не проиграл уточним а за кого ты будешь пульт ставить неужели ты вернешься к корням или вампиров не будет просто на остаток подожди не ларко кстати в этой ситуации неплохо пытался щемить до победного это же вроде за дарков и начинал да я поэтом из про он пол подождите он хочет сесть на мячик ради это зачем он подбежал типа в 16 ход а мы догнали прямой эфир лол оказывается еще не кончилось вдруг сейчас он пол возьмет и забьет вантерн странно что не вытолкнул силовика там подвел бы игрока через гв и попрекаловался бы а как капнули ассасинов там вам попросту ужас будут это много чего будет просто ужасом все на габлу садимся очевидно ну в этот раз сержик не думал три минуты я честно говоря не думал что мы успеем догнать прямой эфир и цену снизили на 5к но мув это хорошо и цена это хорошо хотя 5к на мой взгляд что мертвому припарка вот так вот ну ладно халфы норм тема ну халфы теперь ездили любителей в куманах вот пиропан уже натирает свои соски и ждет ну что ребята вы верите в антерн без реролов от анкола я не верю но но посмотрим если получится то честь и хвала но что-то я сомневаюсь смысла почему тебе не хочется серьезно играть наоборот bb3 новая игра все вершины будут доступны тыр 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 как это не хочется играть серьезно кого ты обманываешь до этого отсутствие rr его не останавливало но это да тут тут спорить тяжело бб3 все смогут быть кем и захотят транс гномами ну ладно пиропан транс халфом это понятно я бы сказал бы что китом смогла бы стать девушкой фанатки у орков но она уже призналась уже есть причины почему она не сможет даже не считая того что она не грит каждый поймет в меру своей испорченности не знаю мне что-то чёрки не впечатлили особо чуть по моему мечик плоховато скатернулся но посмотрим но не будет вантер на сорян а ну а ну а ты не догадалась вот чем отличается болельщицы орков которые вот выходят знаешь тут есть как бы болельщицы хуманов они вот пляшут с пумпонами ты могла бы быть болельщицы хуманов гномы они маленькие стучат в барабаны а чем известны болельщицы орков вот это даже хорошо же ты можешь быть хуманской болельщицей но не можешь быть аркский ски это наоборот этот комплимент вот так тончайший начала дадить надеюсь к кому надо те поняли окей кажется кто-то решил ну да не ну ладно а чё лонора фалить там вот свободная линейка была он кол счет какой-то странный фол душновато а мне кажется сейчас оскорбление было но ты видимо не понял о чем я эфирюга или ты хотел бы быть аркский ски болельщица и хуманской и тогда чуть я могу сказать и нужна операция транс орка вот так орки они как рыси понимаете они как рыси